Всем привет! Сегодня речь пойдет о восточных ароматах моей коллекции. И, честно признаться, несмотря на то, что я уже довольно-таки долго живу в Эмиратах, я всегда очень прохладно относилась к восточным ароматам, хотя слышала их от окружающих очень часто. Но после того, как я вплотную занялась ароматами, я, в общем-то, поняла, как многое я потеряла. Восточные ароматы позволили мне возродить свою любовь к розе, которые, в общем-то, отношения-то было безвозвратно для меня испорчено ароматом Клоя Бай Клоя. Я уже об этом говорила не раз. И я так поняла, что это уже сейчас постигло не только меня. В своем недавнем видео Маша о нашем, а главное, говорила то же самое. Вообще, мне кажется, что полюбить и, в общем-то, подружиться с восточными ароматами легче всего и проще всего именно в холодное время года, именно осенью и зимой. Собственно говоря, поэтому, мне кажется, это видео тоже будет очень актуальным. В общем, мое сегодняшнее видео для всех тех, кто хочет познакомиться с восточными ароматами, но боится начать. И начать я советую с аромата от Лалик и от Лалик и Парфам. Я знаю, что я этот аромат уже показывала не раз в своих других видео. И я считаю, что этот аромат безопасен для начинающих, потому что это такая вот, безусловно, узнаваемая восточная история, но приглаженная, причёсанная на европейский лад, скажем так, адаптированная под европейский нос. Это сочетание нот бабов тонко, ванили и лаврового листа. Необычное сочетание, но очень красивое, на мой взгляд. Здесь ещё один, мне кажется, есть аргумент в пользу того, что с этого аромата, в общем-то, просто будет начать. Он в том, что здесь нет такой вот отпугивающей ноты, ноты, которые отпугивают очень часто новичков, я сужу по себе. Ноты, сочетание нот розы и уда. В общем-то, поэтому, мне кажется, это безопасный вариант. Аромат, очень качественный аромат, очень хорошо сделанный, очень округлый такой, правильно скроенный. Его можно использовать и на каждый день, он дарит такое ощущение уюта. Его можно использовать и как вечерний аромат, он в нём есть вот эта вечерняя составляющая на выход. При всём при этом это очень стойкий и шлейфовый аромат. И я считаю, что отличная на него цена, очень такая демократичная, бюджетная. Поэтому, даже в случае, если вам, ну, скажем так, не очень понравится, вы в финансовом смысле очень мало потеряете. И ещё один аромат, который мне тоже кажется безопасным для начинающих, это Шопард Happy Spirit Forever. Я показываю коробку, потому что, мне кажется, что коробка очень отражает идею, которая была вложена в этот аромат. Шопард Happy Spirit Forever – это аромат, который посвящён восточной свадьбе. Вот так вот выглядит флакон. Мне кажется, флакон отсылает к компании-производителю, к ювелирному дому Шопард, потому что здесь много золота, здесь есть такая вот имитация драгоценного камня. Ну, форма сердца, естественно, говорит о свадьбе, о любви. Ну, и такие вот красивые очень узоры в виде хны на кистях рук невесты тоже, в общем-то, это отсыл к восточной свадьбе. Этот аромат меня очень порадовал и очень неожиданно порадовала, совершенно не ожидала получить именно это. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что мне этот аромат очень напомнил Меруар де Зенви от Мюглер, от его эксклюзивную линейку, вот эту линейку зеркал. Аромат, который я уже показывала в своём видео об ароматах Мюглер, и я говорила о том, что у меня этот аромат ассоциируется с свежеприготовленным, горячим сочинским пирогом, который мама готовила нам в детстве. Вот в том аромате был вот такой вот гурманский, немного психоделическая такая гурманика, такой необычный жасмин, которому мне, как мне лично показалось, не хватило благоухания, в том смысле, чтобы превратить этот аромат из такого уютного домашнего в выходной. Вот Шопард Happy Spirit Forever, это всё то, чего мне не хватило в Меруар де Зенви, при том, что Меруар де Зенви стоит более 100 долларов, потому что это эксклюзивная коллекция, и это уже снятость. А Шопард Happy Spirit Forever стоит всего 22 доллара. И я получила тот самый абсолютно гурманский, очень вкусный жасмин, который обрамлён и апельсиновым цветом, и амброй, и красным мандарином, который сделал этот аромат для меня таким вот выходным. То есть для меня, например, Меруар де Зенви от Мюглер, это такая вот красивая, дорогая шёлковая пижама, которая, несмотря на всю свою дороговизну и красоту, всё равно остаётся пижамой, ты носишь её дома, ты не можешь её надеть на выход. Вот это тот случай, когда пижама превратилась в костюм в пижамном стиле, который, в общем-то, не стыдно, а наоборот, очень приятно надеть на выход. У меня этот аромат ассоциируется именно с выходом, с вечерним выходом. И мне кажется, что прекрасно передали эту идею восточной свадьбы, такой вот красно-золотой, шумный, весёлый, сладкий, ароматный очень. Вот мне кажется, это отличный вариант, тем более вот такой бюджетный. В общем, в случае, если хотите начать с какого-то сладкого, гурманского, бело-цветочного, восточного аромата, мне кажется, это отличный вариант. Кстати, я проверяла этот аромат на своей дочери, я не сразу поверила своему носу, я подумала о том, что, возможно, я ошибаюсь, может быть, мне кажется, что это гурманика, может, мне кажется, что это тот же самый жасмин, что и в Меруарде Зенби. Когда я дала понять этот аромат на своей дочери, она сказала, я спросила у неё, на что это похоже, она сказала, что это похоже на сладкий арабский десерт, сладкий сливочный арабский десерт. И, собственно говоря, она подтвердила мои мысли, это вот как раз оно, сладкий сливочный арабский десерт, снабжённый именно цветочной сладостью. Если бы, например, в Меруарде Зенби добавили бы сладкой гурманики, то есть или сахара, или ванили, или карамели, то он всё равно для меня не стал бы выходным, в нём не хватило бы вот этой вот ароматности, этого благоухания, для того, чтобы этот аромат стал, для меня перестал пахнуть, как еда, скажем так. Вот именно благодаря тому, что сладость, которую добавили к этому жасмину, к гурманскому жасмину, именно цветочная, сделала этот аромат достаточно благоуханным и ароматным для того, чтобы его можно было вносить на выход. Я надеюсь, что это несла свою мысль. Я так долго говорю об этом аромате, потому что он на меня произвёл очень хорошее впечатление. И, в общем, я уже сказала, что, не знаю, сказала я или нет, но я повторюсь, у него прекрасная стойкость, отличный шлейф, в общем, громкость и слышимость у него как раз вот такая, какая нужна для восточной свадьбы. Итак, это был шоу Part Happy Spirit Forever. Следующий аромат, который мне тоже, кажется, подойдёт новичкам, это Rassassi Amber Oud. Пускай вас не пугает ни название Amber Oud, потому что ууда там нет вообще в помине, пускай вас не пугает, что это чисто арабский бренд и, в общем-то, такой форм-фактор и оформление, такое восточное, чисто восточное аромата, пускай вас даже не пугает то, что это парфюмерное масло, концентрированное, потому что это очень понятный для европейского носа аромат, амброво-розовый, я бы сказала, здесь есть также мускус, и для меня этот аромат ассоциируется со свежестью, со свежестью после душа. Скажем, у меня большей частью рука тянется к этому аромату именно утром и вечером, вот именно в то время суток, когда хочется почувствовать свежесть после душа. В этом аромате для меня присутствует еще, я не знаю, опять-таки, лично мое мнение, присутствуют альдегиды, которые делают этот аромат слегка винтажным, в хорошем смысле этого слова, и альдегиды делают, ну, я не знаю, по всей причине они здесь не заявлены, но я их четко ощущаю, они делают этот аромат очень легким, звонким, каким-то весенним, чуть ли не первомайским для меня, ассоциируются с каким-то чистым-чистым безоблачным небом и солнцем. В общем, я считаю, что это тоже такая вот безопасная история для начинающих, несмотря на то, что здесь написано, что это Amberwood, уда здесь никакого нет, можно не бояться. Ксения Вебер, кстати, вот бьюти-влогер, тоже говорила о том, что когда она надевает этот аромат, ей говорят о том, что она надела какой-то очень дорогой нишевый аромат, но на самом деле вот за эти 14 миллилитров такого очень концентрированного, стойкого и шлейфового масла я заплатила всего 14 долларов, что мне кажется очень и очень бюджетно, что еще один плюс, мне кажется, для начинающих, опять-таки. И для меня еще один аргумент в пользу того, что это аромат легкие восприятия. Моя дочь, будучи просто тотальной поклонницей гурманики, такой попослепательной гурманики, в таком таскает у меня этот аромат, думая, что я его не замечу, потому что его не заметить невозможно, он такой стойкий, шлейфовый. Я вспоминаю, как я в свое время таскала маму межнуар. Для меня это еще один аргумент того, что, в общем-то, даже ребенок с такой радостью, в общем-то, носит этот аромат, то есть он с удовольствием пользуется и его прекрасно понимает. То есть для нее он тоже абсолютно понятен и приятен. В общем, это был Rossassi Amber Oud. Следующий аромат для любителей розы. В случае, если вам нравится роза, то вот я предлагаю попробовать аромат от Parfum Calligraphy, называется он Rose. И бренд, который выпускает этот парфюм, называется Aramis. Пускай вас не смущает арабская вязь на флаконе, это... Aramis это не арабский бренд, это дочерняя компания Estee Lauder. Они выпустили, по-моему, 2 или 3 аромата. Я в нете видела, в магазинах, в интернет-онлайн-магазинах видела еще аромат, который называется Safron, то есть он посвящен шафрану. Вот у меня роза, и для меня это самая красивая помадная роза, вообще сладкая помадная роза в моей коллекции ароматов. Если бы можно было бы из такой темно-бордовой, бархатной розы сварить варенье в сладких смолах и приправить немного, в общем-то, шафраном, то это было бы вот точно оно. Он выходной, он у меня ассоциирует все-таки с вечером, потому что такая вот темная-томная роза. Кому-то может показаться немного тяжеловатым, но мне кажется, что он не тяжелый, а роскошный. Вот мне кажется, что это очень подходящее слово к этому аромату. Это роскошная помадная роза, сладкая при этом, но не гурманская, безусловно, потому что вот это вот варенье смолистое не предназначено для того, чтобы его ели. Я могу сказать, что у меня ассоциации вызывают... Ассоциации, которые у меня вызывают этот аромат, это арабка, которая рассказывает о арабской культуре, истории на чистейшем французском языке, без какого-либо акцента, потому что она училась во Франции, и поэтому ее история очень понятна всему европейскому миру. Вот этот аромат, мне тоже кажется, будет понятен европейскому носу именно благодаря тому, что эта арабская история рассказана на французском языке, она чистейшем, без акцента. В общем, к сожалению, этот аромат уже сняли с производства, и, по-моему, насколько я знаю, компания Арамис больше... То есть бренд Арамис больше не выпускает ничего, но до сих пор этот аромат можно найти в онлайн-магазинах за, в общем-то, очень даже неплохие деньги, где-то за 50-60 долларов, вот эти 100 миллилитров можно приобрести, и это аромат очень высокого качества. У него, я могу с точностью сказать, это такое вот нишевое звучание, необычное, очень красивое, поэтому, если встретите, если вы любите розу, то обязательно попробуйте. Следующий аромат, это аромат от Clinique, и он называется Beyond Rose. Интересно, что, когда я искала, вообще делала, составляла свою коллекцию устойчивых ароматов, и я наткнулась на него, это не очень популярный аромат, о нем вообще мало кто говорит, и мало где написано. Я нашла его в Амазоне, в нашем местном, и закинула себе в корзинку, и подумала, что я почитаю еще побольше об этом аромате, а потом, в общем-то, мне нужно побольше доводов к тому, чтобы, в общем, его приобрести. Интересно, что буквально через день я увидела выпуск от Духи РФ, его вела Карина Цякоева, которая рассказывала об ароматах, созданных парфюмером Алянор Массане, и это, в общем-то, ее творение, и я увидела в подборке этот аромат, я очень удивилась. Ну, и, естественно, Карин, как всегда, убедила, у меня отпали все сомнения, я с большим удовольствием приобрела этот аромат, и, честно сказать, осталась очень довольна, потому что это тоже очень красивая смолистая роза, роза в смолах, но она не сладкая, в отличие от Парфинкаллиграфи, это роза смолистая, но не сладкая, как я уже сказала, в ней нет, мне кажется, помадности, и для меня, в общем-то, здесь есть нота, которая почему-то у меня, видимо, в сочетании со смолой вызывает ощущение уда в аромате, хотя уд здесь не заявлено, я предполагаю, что это именно османтус, нота османтуса, которая часто очень имитирует ноту кожи, но, видимо, в сочетании со смолами, которые здесь заявлены, а может быть, это какие-то другие ноты, вот там, по-моему, еще заявлены ноты, то ли мирры, то ли, в общем, я не помню точно, но вот какое-то сочетание смол дает полное ощущение уда в этом аромате, поэтому я не знаю, для меня это все-таки больше арабка, которая уже говорит с некоторым арабским акцентом на французском языке, может быть, не все ее поймут, у нас чаще всего, во всем случае, я слышу этот аромат от арабских молодых девушек, которые гуляют по Дубай-моллу, скажем, в галерее Кашин-авеню, который посвящен только люксовым дизайнерским магазинам, одежды, в общем-то, и они одеты в такие вот дорогие абаи черные, и у них дорогие дизайнерские сумки, в общем, такого типа аромата у нас чаще всего пользуются именно такого типа арабки, красивые, беззаботные, молодые, в общем, я не советовала бы, конечно, начинать с этого аромата, потому что, опять-таки, хочу сказать, что здесь есть это сочетание розы и уда, хотя и уда не заявлен, но, видимо, какое-то сочетание смол дает это ощущение, но мне он все равно очень понравился, и я, собственно, с него буду носить, уже какое-то качество я даже относила, вот, так что еще раз спасибо за это Карине Цакоевой. И следующий аромат, который я бы хотела показать, тот, который я уже не раз показывала, это Уд Букет Атланком, я не буду долго на нем задерживаться, и скажу лишь, что это Паралине, Ваниль, Шафран, Роза и Уд. Я тоже не знаю, насколько можно советовать этот аромат начинающим, и, за что могу сказать, что я его приобрела, наверное, вторым, это был второй, ну, скажем так, восточный аромат моей коллекции, прежде чем я приобрела остальные, и мне он понравился сразу, то есть он мне понравился очень. Я думаю, что это именно Шафран, который меня покорил здесь, он мне очень понравился, да и вообще, честно говоря, композиция, мне кажется, легко, ей легко, ей легко очароваться, потому что уж очень она вкусная и гурманская. Я заметила, что этот аромат я чаще всего слышу от, у нас вообще здесь, в Эмиратах, от молодых арабских, в общем, парней, мужчин, которые, в общем-то, появляются на улицах, ну, не на улицах, вообще в моллах, чаще всего после шести, после того, как становится темно, ну, они носят такие длинные, типично для арабов, белые рубашки, джелоби, в общем-то, такие накрахмальные выглаженные, выглаженные, они все очень аккуратно одеты, все носят идеальные воротки и чаще всего пахнут именно так. Ну, и тусуются они большей частью в каких-то кальяных местах, курят кальян. Для меня это определенно вечерний аромат, 100% такой вот тусовочный аромат для тусовки. И мне кажется, что он очень понравится молодым людям тоже. Я не представляю себе этот аромат на день, но, может быть, в каких-то микродозах. Для меня это даже еще, наверное, и аромат на Новый год, мне кажется, он прекрасно подошел, именно потому, что он такой громкий, такой гурманский, такой вот прям аромат праздника. В общем, это был Утбуке от Lancome. И следующий аромат тоже гурманский, и это чисто арабский бренд, это Рагба, аромат называется Рагба, и его выпускает арабский бренд, который называется Латафа. И, честно сказать, я не планировала покупать на этот аромат Рагба, я искала аромат Рагба Классик. У одних YouTube-блогеров, английских парфюм-блогеров, которых я смотрю, их канал называется Wifts from the Loft, я услышала об аромате Рагба Классик. Это двое мужчин, ну, где-то больше 40 лет, и у них, в общем-то, типичные англичане в костюмах. они рассказывают о своей коллекции ароматов, ароматов, она у них большая, и большей частью это, конечно, такие вот, ну, скажем, ароматы непростые, нишевые, красивые, тяжелые для кого-то, но это как раз вот моя история. Мне очень нравятся их подборки, мне очень нравится их вкус, очень совпадает с моим, несмотря на то, что это мужские ароматы. И они сказали о том, что Рагба Классик, именно версии Классик, это вот такой вот очень бюджетный вариант очень дорогого нишевого аромата, то есть стоит он, в общем-то, какие-то копейки, а звучит он как дорогая ниша. И меня это очень заинтересовало, и я начала искать этот Рагба Классик, к сожалению, я три раза, три раза заказывала этот аромат, и все три раза вместо Рагба Классик мне присылали вот эту классическую, оригинальную Рагбу. Когда я, в общем-то, залезла в интернет, чтобы почитать про эту Рагбу, я поняла, что она гораздо популярнее, конечно, чем Рагба Классик, потому что она более гурманская. И, честно говоря, я все-таки пыталась найти именно Рагба Классик, потому что, ну, не то чтобы гурманика это не мое, но вот я боялась именно такой вот, очень, как я уже часто употребляю это словосочетание, такой прямолинейной, откровенной гурманики, поэтому два раза я возвращала этот аромат, но на третий раз, после того, как я походила по местным арабским парфюмерным магазинчикам и поняла, что, и позвонила даже в компанию-производитель, которая находится у нас здесь, в Эмиратах, мне сказали, что этот аромат сняли с производства, и я его найти уже не смогу. Я решила оставить себе Рагбу. В итоге, вы знаете, я не пожалела вообще ни капельки. Да, это гурманика, безусловно, но благодаря тому, что здесь есть нота Уда, Сандала и Ладана, вот он уводит эту гурманику немножечко в другом направлении, делает ее, в общем-то, не такой очевидной, скажем так. Здесь, помимо этих нот, которые я упомянула, еще многие слышат ноту вишни, ноту табака. Я согласна, в самом начале я слышу и вишню, и табак. Кому-то кажется, что это просто вот стопроцентный вишневый кальян. Тоже соглашусь, есть такое дело. В общем, этот аромат, наверное, тоже может показаться кому-то очень знакомым и, как бы, ну, понятным. Ну, я не знаю, здесь все-таки есть нота Уда, так что, в общем-то, если есть возможность потестить, обязательно тестите. Мне он очень понравился, стойкий. Я не ожидала вообще такого качества от аромата, который стоит, вот от флакона, который стоит такого флакона большого, мне кажется, здесь где-то то ли 80, 10 миллилитров, вот, кстати. Я не ожидала, что 10-долларовый аромат будет такого качества. В общем, он меня очень порадовал, и я, в общем-то, думаю, что это на это судьба. Если уж на третий раз мне снова прислали вместо Рагба классиками на этот аромат, он должен был у меня остаться. Итак, это был Рагба от Латафа. И следующий аромат, это тот, который я приобрела первым вообще, три года тому назад. Я уже о нем говорила, я долго говорить о нем не буду. Это Анфасик Докхун Воу. И долго я не буду о нем говорить, потому что, к сожалению, я посмотрела в интернете, кроме как здесь, кроме как в Эмиратах, его найти нигде больше невозможно. Раньше его можно было еще купить где-то на ebay, но сейчас его больше нет. Это очень красивая композиция. Это кожа, малина и ут в сочетании с амброй. Бесподобно звучит для меня этот аромат. Я в него влюбилась за тестом. То есть мне дали блотер, когда я ходила, гуляла по молу. Я бросила его в сеточку с только что купленным, в общем-то, таким теплым бордовым свитером. Пришла домой, я, в общем-то, освободила сетку содержимое прямо на кровати и вышла из комнаты. Когда я зашла, комната просто благоухала, она благоухала этим ароматом. И я просто влюбилась в него, я побежала на следующий день и приобрела целый флакон. Несмотря на то, что он, в общем-то, не очень дешевый, аромат стоит больше, чем 100 долларов, но он стоит всех своих денег. Прекрасные, прекрасные параметры, он очень стойкий, очень шлейф, очень дорого звучит. В общем, суперская вещь в случае, если вы живете в Эмиратах или собираетесь приезжать сюда на каникулы, то, если интересуетесь такими вот кожано-удово-малиновыми ароматами арабской ниши, то обязательно попробуйте. Их, кстати, стенды есть практически во всех моллах в Дубае. Следующий аромат тоже аромат чисто арабского бренда, но он, мне кажется, продавится и не только в Эмиратах, это Аджмал. И аромат называется Хайба. Вот такой вот красивый флакон. И это амброво-древесный аромат. Здесь еще есть нота шафрана, которую я ощущаю. Здесь еще также есть нота мускуса. И мускус в нем звучит очень похоже на Аджмаловский же, их ниже, Амбервуд, довольно-таки популярный аромат арабский. Мне он очень понравился. Я не знаю, он может кому-то показаться очень маскулиным, но мне он очень понравился. Он, безусловно, чисто восточный, очень древесный. Несмотря на то, что здесь заявлены ноты розы и ландыша, цветов я в этом аромате совершенно не ощущаю. Может быть, розы иногда проглядывают вместе с шафраном, но большей частью я бы сказала, что это именно древесно-амбровая композиция. Здесь есть несколько видов дерева. Здесь есть и кедр, здесь есть и сандал, здесь есть муаяк. Здесь нет уда, того самого Агарвуд, который, в общем-то, ассоциируется с такой нотой типичного медицинского уда. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что... Ну, я не думаю, что новичкам этот аромат очень приглянется, но вот в случае, если вы поклонник Амбервуд от Аджмал, то мне кажется, что этот аромат очень понравится, тем более, что он стоит в три раза дешевле, чем Амбервуд. Я за 80 миллилитров заплатила где-то 27 долларов в магазине. Ну, онлайн стоит столько же. Стойкость у него прекрасная, шлейф тоже очень красивый, аромат слышно, в общем-то, технические характеристики у него очень хорошие. И, в общем-то, я считаю, что очень хорошо сделан. Аромат за свои деньги прекрасная, прекрасная история. Ну, и последний аромат, я специально его оставила на конец. Для меня он особый, потому что для меня это дубай во флаконе. Давайте я сначала покажу вам, что это за аромат. Это Мансера Black to Black. Я небольшая поклонница бренда Мансера. Я несколько раз делала подходы к их ароматам. И слушала очень многие. И ванильные, и розовые, и разные абсолютно. Более того, у меня однажды случилась не очень приятная история с одним из ароматов от Мансера. Я искала ароматы с тропическим звучанием для лета. Я искала более стойкий аромат. Ну, потому что, в общем-то, с моей кожей все слетает просто моментально. И когда-то я читала о том, что у Мансера есть аромат, который называется Holiday. И, в общем, я решила потестить его тоже. И тоже как раз я подошла к стойке и даже не понюхла его из флакона, и зала и нанесла себе на руку. Я никогда не думала, что со мной случится та самая история. Я очень часто читала во программике, как люди писали о том, что я бежала домой, чтобы смыть аромат с руки. Я думала, боже, какие чувствительные люди. Ну, вот у меня такого еще за всю мою историю никогда не было. Никогда со мной такого не случалось. И вот, наконец, случилось. Я бежала, летела домой на всех парусах для того, чтобы смыть этот Holiday у себя с руки. И с первого раза он не смылся, как это сейчас случается с ароматами Мансера. В общем, не довелось мне подружиться с ароматами этой марки. И вот в очередной раз, когда я была в префмерном магазине, в нишевом корнере, я решила сделать еще один подход к ароматам Мансера. Я думала, может быть, я чего-то не понимаю. Опять перенюхала все стоящие там флаконы и поняла, что это вообще не мое. И тут я где-то там задвинутым увидела аромат Black to Black. Когда я обойтала его из флакона, я влюбилась. Но когда я распылила его сразу на рука в своей куртке, я пропала просто. Black to Black это аромат, эксклюзивно выпущенный для Миддалиста, для Дубая, для этого региона. Его, к сожалению, наверное, сложно будет достать где-то в Европе или в России, но я точно знаю, что он есть на ebay. И он даже на ebay продается в отливанте в 10 мл. Это аромат, который влюбил меня в свои ноты шафрана. Я обожаю шафран в парфюмерии, но еще ни разу не встречала его таким красивым, как здесь. В общем-то, это шафран роза, уд и кожа. Великолепно сделанный аромат. Германталь его сделал исключительно именно для этого региона, как я уже сказала. Для меня это Дубай во флаконе. Вот если вы никогда не были в Дубае, но хотите почувствовать, как он пахнет, то нужно попробовать именно его. У этого аромата просто зверская, запредельная, нуклеарная, одним словом, ядерная стойкость, поэтому с ним надо быть очень аккуратным. Это мало сказать очень аккуратный. Наверное, вот этого аромата мне хватит лет на 200. Потому что вот одного микропшика хватает для того, чтобы просто заполнить всю комнату, потому что это нереальный шлейфовый аромат. Но я кайфую от него, я обалдею от него. Именно он, он позволил мне заново полюбить эту розу. Не дай бог вам приобрести этот аромат в случае, если вы не любите восточный аромат, это абсолютно не ваша история, потому что это 100%. Это квинтэссенция Востока. В бутылке, во флаконе, скажем так, мне кажется, это абсолютный унисекс. Он прекрасно будет смотреться на мужчине и на женщине. Да, это темная роза, она готическая. Она не рождает каких-то оптимистичных настроений. Но она такая роскошная и красивая. Здесь так красиво обыграны все ноты. Совершенно нетипично для Монталия. Совершенно не химозно. Аромат высочайшего класса. В общем-то, это ниша, нишевая, на мой взгляд. Совершенно, как мне кажется, еще раз, несвойственно ароматам Монсера. Да, непростой, очень глубокий, очень красиво раскрывающийся. В общем, потрясающая история. Я просто, я в большом восторге от этого аромата. И я так счастлива, что я, в общем-то, с ним встретилась. И именно он помог мне заново влюбиться в розу. И, наверное, именно это сочетание розы, шафрана и уда и кожи меня так привлек. Но я могу сказать, что именно шафран в начале, несмотря на то, что роза здесь звучит очень ярко, ее слышно, именно шафран в этом аромате меня покорил в самом начале. Дальше мне очень понравилась роза. Мне очень понравилось, как звучит уд. Кому-то он может показаться медицинским. Кому-то роза может показаться медицинской. Но в любом случае, я не знаю, это мое, 100%. Я очень счастлива и очень рада. В общем, если хотите узнать, как пахнет Дубай, поищите Black to Black от Mansera. В общем, на сегодня это все. Я надеюсь, что я смогла пробудить у вас интерес к восточным ароматам. Если да, то не забывайте ставить лайк. Если для вас в парфюме такое же счастье, как и для меня, то не забудьте подписаться. Будем счастливы вместе. Не забывайте нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующий выпуск. А я, как всегда, желаю вам отличных выходных. Надеюсь увидеть вас в следующем видео. Всем пока!